Пришла я еще под одно дерево, а там вот валяется, в общем, райских яблочков было много. Я их собирала, думала, варенье сварю. Смотрю, значит, еще одно райское яблочко, но уже покусанное, поэтому я его брать не буду. Вон, смотрите, видите, коробочки разные. Раньше в старину люди их собирали, чистили и делали, хранили там соль, крупы. И поэтому я вот тоже хочу попытаться, но туда не пройдешь, потому что красные муравьи везде бегают. Один тут вцепился в меня, но я его вовремя убрала. Ну, я так для семян только взяла, а так вот, не знаю даже, как дерево называется. Не знаю, интересно, конечно. Смотрите, как много коробочек, какие на свете разные деревья бывают, о котором мы даже и не догадываемся. Видите, всего-всего интересно. Это, конечно, листья джекфрута, но не знаю, по какой причине под ним валяются вот эти вот коробочки. Поэтому я хожу, собираю, интересуюсь, что на компот насобирала, а что просто так вот, для любопытства. Тут паровозик едет, наверное, мой муж там едет с детками. Возьму, не знаю, что он... Смотрите, видите, какой-то фрукт какой-то, непонятно. Вон, кажется, мои едут, сейчас рыжать с меня будут. Вон, паровозик. Тот, кто не хочет ходить пешком, вот они вот ездят. А я вот не хочу ездить, хочу смотреть своими глазами, потому что всего можно увидеть так. Они не обследуют ничего, поэтому ничего не знают. Потом удивляются, что у них в стране такое есть, а другие замечают. Ой, красный муравей, я не могу. Надо скакать, скорее побегать. Фух. В общем, взяла вот два плода. Видите, высохнутые на семена, посмотрите. Очень интересно. Буду дома все исследовать. Видите, неприступно красные муравьи, поэтому я не могу. Ой, там такие плоды интересные, пойду туда посмотрю. Сумку взяла, уже третий мешок. Собираю все, никак не могу насобирать. Спасибо. Спасибо.